Здесь 20 утра, на улице тепло, в районе 17 градусов. Мы выходим с Нейгрейера и идем в сторону Ольвеироа. Нам предстоит сегодня сделать 33,5 километра. Это как заявлено здесь, в программе. На самом деле, скорее всего, получится, как всегда, больше. Мы выходим еще темно, как всегда. Начнем вещание уже, когда посветлеет. Светало. Правда, сильно затянутое небо. 7.40 утра. Уже наконец-то хоть что-то видно. Прошли мы уже 6 километров, 700 метров. И ничего, тепло. Идем. Правда, влажно. А тут ничего, нормально. Сегодня людей намного побольше. Если все раз с Сантьяго выходили в то, когда хотел, то сегодня, видимо, все проснулись почти одинаково. И побежали вместе с нами. Мы сегодня идем ночью по дороге. Повернулись назад. А там много-много лучей, фонариков. Штук 10. Вот они нас потихоньку догнали. Мы остановились переодеться. У нас потихоньку компания перегнала. Начался у нас сейчас тут один из таких серьезных за сегодня подъемов. С разницей высоты над уровнем моря от 160 до 370. Что-то вот такое. И сейчас мы потихоньку уже начинаем этот подъем. Чувствую, будет жарко. Поспешил я немножко с подъемом. Поднялись мы на один подъемчик небольшой. Сейчас идем по ровной дорожке. Но все равно впереди нас ждет серьезный подъем. Но немножко он будет попозже. Красивенько тут уже сейчас. Сейчас уже светло, но пасмурно. В принципе, в принципе и хорошо. Не так будет жарко сегодня. Но парит немножко. Влажность высокая. Хоть и прохладно, но все равно идешь. Сейчас спина мокрая. Хоть и прохладно, но все равно идешь. Сегодня пейзажи такие себе. Не очень пейзажные. Серовато все. Скучновато идти немножко. Прошли уже почти 11 километров. Уже устали. Мы уже хотим чая. Что-нибудь перекусить. Ищем сейчас какую-то кафе по пути. Перерыв. Перерыв. Чайная пауза перекус. Заказали мы чай. Тастады. Тастады. Хлебушек поджарили. Мы хотели. А нам дали два куска. Здоровенные. С вареньем клубничным и маслом. Нету другого варенья, кстати. Какой клубник? Угу. Мы покушали. Мы покушали. Это стады. С чайком. И теперь довольны. Танька очень сильно хотела масла. Хлебушком и вареньком, да? Ну и все. Она покушала, довольная. Теперь мы идем дальше. У нас еще сегодня... Пол буханки хлеба сожрали. У нас еще сегодня километров, блин, не знаю, 17, наверное. Давай, солнце, ты сможешь. Мы в тебя верим, солнце, давай. Мы уже замерзли. Мы уже замерзли. Короче, я вам говорил про подъем один серьезный. В общем, мы его как-то прошли. Незаметно. В общем, как-то он оказался не очень серьезный, как на карте нарисовано. В общем, был он такой постепенный, с ровными отрезками. И мы успевали отдыхать перед подъемом. И прошел этот подъем очень-очень так плавно и хорошо. Прошли мы уже больше 15 километров. Тут осталось... Осталось в районе тоже 15 километров. И уже дальше будет, в принципе, дорожка такая. Более-менее плавная. В подъемах, спусках и ровных дистанциях. Я думаю, мы пройдем уже район довольно-таки легко. То вряд ли, конечно, для нас специально сделали. Но тут вот есть тротуар для людей. Обычных, как мы. Теперь мы не по дороге идем. А по тротуару. И тут где-то метр 50 может быть до дороги. А может даже чуть больше. Перед нами работает экскаватор. Что-то собирает какую-то грязюку. И когда подходит пилигрим к экскаватору, кто-то свистит и экскаватор как бы прекращает работу, чтобы пропустить нас. Вот так вот. Все равно страшно. Сейчас будем подходить. Посмотрим, пропустят нас или нет. Просяж! Вот такое штука у меня есть. Перерезают. Я не знаю для чего. Наверное, чтобы туда вода стекала. Делают какой-то этот самый слив, стоп. В общем, наш мужик увидел в этом самом зеркале заднего вида. Остановился и пропустил. Все. Мы живы! Мы живы! Забыл рассказать про наш завтрак в альберге. Мы же вчера купили творожный пирог такой, типа запеканку, на ярмарке за кучу денег. Вчера его немножко поклевали, попробовали и типа оставили на утро. Типа класс творожный. Типа пирог на утро, как раз то, что надо. Сегодня же достаем его. Холодильника, кстати, не было в альберге. Сегодня достаем его, а на нем уже грибы растут. Уже плесень образовалась. За ночь, можно сказать. Самое интересное, что у меня, когда дома я готовлю творожную запеканку, я ее спокойно оставляю на сутки, на столе. И с ней ничего не происходит, все нормально. Это из-за влаги, скорее всего. Она просто открыли, а там прям лесень. Ну, очень быстро прям выросла. Но ее точно не было. Обидно, короче. Обидно немножко, да, мы ее выкинули. Она вкусная была. Она реально вкусная была, но, увы. Но две импанаты у нас еще осталось. Они вроде бы целые. Вроде бы они целые. Мы их еще даже не пробовали. Если у нас будет какой-то пириф, то мы их попробуем. Только что посмотрел на трекер. 20 километров мы уже прошли. Осталось ни много, ни мало. В районе 13. Но мы, как бы, уже устаем. Чаще хочется садиться отдыхать. Но мы держимся и пытаемся не отдыхать. Хотя уже скоро придется сесть, перекусить. Типа обеда. И делать последние там уже эти рывки. Забыл сказать, что время сейчас без 10.11. А мы уже сделали двадцатку. Мы решили останутся в кафеху и выпить пиво с лимоном. Зашли мы только что в кафеху. Заказали пиво с лимоном. Она мне намешала там лимон. Сироп лимона с пивом. И, короче, пошли мы на улицу есть нашу импанаду, пробовать. Которую мы вчера купили. Которую мы вчера купили за кучу денег. В общем, хуже я импанады, наверное, не пробовал. Отстой. Толстый кусок теста. С тонким слоем мяса. Так сказать, мягко говоря, там ничего больше. Сухая была. Без томата, без яиц, без них хрена, без лука. Настоящая панада? Деатун. Яатун, помидор, перец, лучок и томатная паста. И яйцо. Но не всегда. Очень редко, но ложат иногда. Она должна быть сочная такая немножко. Это пирог такая. А эта сухая такая, что-то хопец, короче. Мы только поели внутренность, выкинули там краешки. Потому что они очень твердые были. В общем, на дно расстройства. Мы потихоньку сходим с ума. Потихоньку сходим с ума. Ходим тут. Вокруг полей кукурузных, всяких коровников. По говну хожу я. Вокруг коровников в районе поселка или шо. Как-то называется Алмарку. Тут именно так красиво. Все такое зеленое, дикое. Классное. Правда, воняет навозом. Ну, вкусно воняет навозом. Не знаю, как-то так, знаешь, натурально. По-колхозному. Трактора ездят постоянно, возят говно с коровников и всякое такое. И ветер чуть-чуть поднялся. Все равно как-то парка, жарко, ветер, холодно. Парка, жарко, ветер, холодно. Такая переменчивая погода. Не знаешь, надеть что-то или снять что-нибудь. Сейчас мы идем по асфальтной дороге. Вверх. Подъемчик у нас такой не сильно затяжной. Но немножко такой тяжелый. И тут выравнивается дорога скоро. А вот там начинается опять подъем. Я смотрю, там все так живенько идут. Еле-еле плетутся. Особенно на великах чуваки там их толкают. И особенно, когда тебе идти 33 километра. Но нам еще осталось 8 где-то. Ого. Ого. Херня. Доплюнуть тут. Вот этот подъемчик. Который так нехотя люди преодолевают в конце пути. Ну как в конце пути. Еще дохера идти. Ну, после 20 там с копейками километров. Даже этот подъемчик уже такой не самый легкий. Фух. Половина пройдена. Еще осталось половина. Красиво. Капец. Ну, в общем, мы, можно сказать, поднялись. Сюда остался маленький кусинчик. Там зона отдыха и карта. Ну, мы этого делать не будем. Ни отдыхать, ни карту смотреть. Нас невозможно остановить. Мы должны идти. Красиво. Капец. Офигеть. Видно здесь все. Поднялись мы на подъем. Идем по ровной дороге. А перед нами... Походу, еще один подъем. Нам повезло. Нам не вверх. А вот столбик скрывался за поворотом. Нам направо вниз. Немножко отдохнем с подъема. Сам он входит. Деревня Лагу. Здесь вот такая вот... Кафетерия. Кафетерия. Магазин и кафетерия. Ну, где нужно сюда отдохнуть. Тут можно поужинать. Пить кофе, поужинать и позавтракать. Искупиться. А мы шо? Мы идем дальше? Идем дальше? Да, только нам вниз. Нам не туда. Нам сюда. Столько стрелок на одном. Этом самом широке. Блин, чуть-чуть даже растерялись. То их мало, мы невидимых, то их много. И мы немножко теряемся. Ладно. Четыре километра осталось где-то до альберга. Ну и до города, куда мы идем. А за нами сейчас идет тройка парней, которая любит петь. Сейчас они за нами идут там и горланят на всю. Вроде бы неплохо получается даже. Три километра осталось. Пейзажки у нас тут такие. Это значит, что мы прошли 30 километров. Это значит, что мы прошли 30 километров. На часах полвторого. А мы еще бодрячком, да? Нет. Да, кстати, уже полвторого дня. И мы прошли уже 30. Сладко. 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 все официально мы дошли до города надпись вот она альбер где-то вот там вот ниже где-то он где-то должен уже прям вот быть вот-вот это не совсем света не совсем я же перепробовал все не включается ничего себе кухня тут целая печь с типа камин выглядит живой все отратительно но мы есть есть симпатичный нет даже холодильника вот тут есть холодильник тоже обогреватель стол комната все плохо у нас в комнате все очень все плохо очень плохо потом покажу да мы еще не видели нигде столько этих сарайчиков в этом только городе столько и все каменные не деревянные не кирме не кирпичные именно камень короче проблема в этом городе что нет магазина есть кафе и фибары маленькие у них маленькая такая витринка есть с небольшим выбором каких-то там снегов кремов мылов шампуней почти ничего нет какие-то соки могут быть а так магазин самый ближайший магазин пять километров от этого города в общем мы тут ищем пока чтобы взять позавтракать . но с этого ресторана мы только что вышли это ресторан или альберг в общем типы еще те зашли мы что вы видели витрину вам показывал купили мы два сока киндербуэно и два этого самого 2 подносим на кассу она такая четыре с копейками там что-то сказала четыре с копейками таки они давайте нам еще два пива короче типа ну мы здесь выпьем и что-то перекусить она такая перекусить нечего короче мы таки ну туда не надо нам пива мы пошли она такая хорошо 5 20 мы такие подожди было 4 7 а теперь 5 20 она менее 5 20 а ценников на этом самом на витрине там нет и как бы доказать ничего нет не можем и в итоге заплатили 5 20 это было раньше сумма 4 с чем-то в общем все не рекомендую решили мы перекусить в одном из баров называется касса ландии принесли нам перчики папа дронс и фото подралась шо и пиво мы заказали с лимоном здесь вообще было все без проблем кухня работает в том ресторане куда мы ходили кухня будет работать аж с 8 вечера цена здесь очень хорош 4 50 а картошка сколько 3 а картошка 3 вот очень много перцев блин да перцы ляли мегрера мы ели перцы точно такое же количество может быть даже меньше за 5 56 за 6 евро пришли мы уже в ресторан поужинать заказали мы суп кальго бульон нам принесли второе нарезать это короче свинная отбедная в кляре с картошкой 2 стейка свинный тоже с картошкой 3 выглядит неплохо супом хотя я думал что она очень вкусная и понравился я съел обычный бульон он был немножко пресноватый ну мне как раз не знаю мне как раз пошли в гена не жирная такое четкая окраска первое чтобы чуть-чуть желудок заработал растет как оси надо она тонкая соленая и сухая вот идет вообще не помню ни чем у меня вкусненько а мы уже вышли на улицу вышли на улице погода наладилась я забыл сказать у нас еще часа два назад был дождь и очень очень сильно затянуло начал опускаться ну вот вроде небо прояснилось тумана уже нет короче меняется погода в раз в полчаса теперь все здесь красиво солнышко вышло мы кушали внутри увидели что погода вроде бы налаживается и решили выйти уже в план который да не не очень нравится мне как-то параллельно и допиваем вино черный чайок горячий попьем чайок посидим чуть-чуть и будем уже отправляться в альберг наверно наверно спать или еще где-то прогуляемся принесли нам уже чайок я попросил счет такая не задумываясь типа сразу 20 типа 20 евро это удивился типа 20 до 2 м2 меню хотя в меню я не видел что написано было типа чай там десерт всегда типа входит меню в основном ну чай практически никогда не входит меню то есть ты выбираешь или чай или десерт и мы выбрали чай короче десерт и все равно короче 20 евро получилось получился счет в общем место место мне да чай бесплатно вместо мне понравилось кормят очень вкусно очень хорошие да кстати филета да ну то уже что-то на бока порил походу повар все хорошо так все нормально порции такие довольно умеренные небольшие не маленькие но мы наелись все хотел вам показать наш мега альберг вот это наша гирлянда из трусов футболок маяк и всякой одежды это кровати 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 они все так тесненько друг на друге стоят вещей очень много висят потому что был дождь все испугались понавешивали одежду внутри и так мы теперь тесненько живем ну скажу я вам что уюта здесь очень мало здесь очень как-то так сыренько рядом коровник воняет внизу конференц-заум типа комната отдыха и там воспитальеров сидит кухня наша тоже вон там вот слева дверь и дальше дверь еще синяя такая большая там тоже есть комнаты 8 кроватей раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 16 16 14 кровати что я сбился и тут у нас это женский туалет а наш мужской туалет душ внизу такой тоже себе но ничего вода течет у вас кипяток у нас вообще я я я чуть спину не обжег вначале холодная текла потом резко такая горячая потекла и все короче но она практически не менялась температура пришлось привыкать к высоким температурам и знаешь розеток в принципе раз-два-три у нас там занятые рюкзаком закрыли больше что-то не вижу три розетки в комнате немножко страдают так себе короче мой совет поселиться в частном альберги есть тут ресторан вместе с альбергом называется к салончик там за десятку по моему можно заселиться ну там там поуютнее поприкольнее теплее сегодня мы чувствуем будем мерзнуть одеяло одно единственное у кого-то подмотал там меня госпитальера говорит иди сходи там открой ящик посмотреть и есть бери я открыл взял может это даже чьё-то ну кто не успел говорится тот опоздал в общем касса ланчо советую вам туда идти сразу он находится раньше чем муниципальный альберг много кто сюда приходил здесь уже мест не было возвращались туда и селились и мы так мы тоже подумали что лучше мы опоздали и заселились лучше же доплатить 4 евро вы да можете спать в такой же комнате в плане кровати у вас кровать это будет лучше мне кажется уютнее будет здесь все как-то сыренько есть еще подвальное подвальное тоже помещение есть там люди спят в соседнем здании люди спят и соседнем маленьком домике люди спят но проблема в том что сыра и так как-то грязно матрасы тоже грязные аспитальеру кстати не мы пришли аспитальеру не было и нам сказали берите любую кровати какую хотите и аспитальеру придет типа в 7 часов 7 30 где-то придет и тогда у вас денежку соберет и все будет хорошо в общем так и получилось 7 часов пришел аспитальеру мы им короче денежку отстегнули а до сих пор еще здесь сидит до заполнять документы нам дали постельную постели постели постель нашу которая у нас осталась другого альберга нам дали она там как бы была и короче нам она получается не понадобилась мы ее носили с собой и не зря застелили ни у кого еще не было постели у нас уже вот было ну и потом уже платили за альберг нам выдали еще одну постель мы еще сложим аккуратненько в рюкзачок и на всякий случай оставим еще совет на будущее иногда можно постель с собой как бы бушную уже брать но сейчас везде в альберах выдают постели я не знаю у них как-то это обязательная уже фигня ты платишь за кровать идея постель по-любому выдают а постель еще можно использовать как покрывало где-то полежать на каком-то берегу у реки или даже где-то на пляже и и и и и и и Субтитры подогнал «Симон»